Я пытался найти тех, кто этот пакет поддержал. В Москве я их не нашел. То есть, с кем бы я ни общался в Москве, с должностными лицами, встречи были публичными, на мой вопрос, а отношение к пакету, ну, все как-то так скромно улыбались, отмалчивались, либо говорили, что не обращайте внимания. То есть, все понимают несерьезность этого подхода, этого пакета. Пытался я выяснить этот же вопрос и с западными политиками, и с послом Соединенных Штатов Америки, как с ними этот вопрос, согласован ли, как они поддерживают этот пакет. Ну, реакция примерно такая же. То есть, вот похоже на такую некую самодеятельность Игоря Николаевича Додона и с попыткой выдать желаемое за действительное, такие некие фантазии. Вот. Я, конечно, читал данный пакет, и задолго до его, как бы, до его публичности, ну, смешно. Он действительно большой, этот пакет? Так, так. Ну, если два листика или три листика – это большой пакет, может быть и большой, по мнению, так сказать, Игоря Николаевича Додона. Для нас это просто такая филкина грамота, знаете. У нас есть стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики, оформленная, да, в жестком переплете, с конкретной постановкой задач всем, и по внешней политике, и по внутренней политике, и конкретным должностным лицам. Это и есть стратегия. Она четкая, понятная и увесистая, скажем так. Вот. А три листика, ну, это так, наверное, серьезно. Ну, как рассуждать? Вот. Но, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что там Приднестровья нет. Оно не упоминается там в этом пакете? Ну, абсолютно. То есть она мне еще предлагает себя там найти, понимаете, в общем государстве с Молдовой. Ну, странно это все. На протяжении уже всех отношений, уже почти 30 лет, мы живем отдельно, есть и исторические аспекты нашей независимости, и практические аспекты. И их игнорировать, ну, просто нельзя. Это глупо.